Друзья, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и сегодня мы найдем артефакт, который существует в игре всего лишь в одном экземпляре. И я о нем раньше ничего не знал. Да, ребята, я просто обалдел, что в игре столько всего. Такого я еще никогда не находил в игре. Ну, это и логично, потому что он существует всего лишь в одном экземпляре. Это невероятный бонус для вора, для воина, как-то сразу для двоих. Ладно, ребят, поехали. Ну что ж, я немножечко поиграю за лучника, и не с первых уровней. Нам нужно отправляться теперь в лесной оплот. Эта локация находится недалеко от Салитюда, недалеко от Дракуньевого моста, или недалеко от Эмор Таргура. Вот, вот он, вот он, ребят. Давайте поближе. Тут такая высокая гора. Идем сюда. Нужно немножечко пройти, но... Вау! И, между прочим, этот артефакт, друзья, еще не так-то просто и найти. Не так-то просто. Отдохни, малыш. Ага, согрелись. Кто-то там согрелся. Изгой, наверное. Ну, а кто же еще? Вау! По одному. По одному. Ой, грудь. Да ладно, поехали дальше. Там, по-моему, какой-то монах. Давайте на весиком. Дракон, прости, мне нужно уходить. Заходим в лесной оплот. Нужно немножечко пройти, это многое не займет. Времени. Если вы помните, у меня уже была серия по этому месту, как взять невероятную броню для вора. И там я проходил именно каджитом первоуровневым. Сейчас же немножечко прокачанней. Ах, промазал. Я играю за вампира. Скрытностью у него все-все хорошо. Стреляю из своего любимого лука, зефира. Самого, что не есть, любимого. Отдыхай. Бедня я. Так, спрятался. Нет, тебе не показалось, дорогой мой. Тебе не... А теперь, может быть, и показалось. О, как я его развернула-то. Так, теперь мы выходим на лесную долину. О, черт. Дракон меня преследует. Ну, ладно. Локация, на самом деле, очень тяжелая. Очень, если вы сюда придете в первый раз. Сразу говорю вам, что вам нужно будет подготовиться. Если вы хотите прокачаться, как я, то внизу есть ссылочка, как я качаю своего персонажа. Вот мазила. О, да. Один есть. Ладно, там я промазал. Ребят, я здесь. О, там кто-то греется. Иди сюда, мой маленький. По одному. Ух ты. Вот эта вот фишечка у них прикольная. У ворота. То есть, они тебя даже не видят, но все равно уворачиваются. Так, мах. Конечно, конечно, это тебе поможет. Теперь, по-моему, точно я в сиську попал. Ну, почти. Пробираемся дальше, ребят. Просто пробираемся, зачищаем эту локацию от недружелюбных изгоев. Это было где-то здесь. О, повыскакивали. Извини. Вау. Отправляемся дальше. Нас ждет здесь еще... Конечно, не показалось. Еще дракончик. Вау. Пока. Изгой, изгоев. И тоже пока. Хотя, честно говоря, можно было их не убивать, а в режиме скрытности сюда пробраться. Ведьмино гнездо, ребят. Идем сюда. Советую проходить в режиме скрытности, потому что так тут много воинов, тут много магов. Будет нелегко, ребят. Все кастует на себя разные чары. Так. Просто отдыхай. Вот так. Пробираемся дальше. По-моему, вот сюда нам нужно. Там у нас какая-то ловушечка. Не будем на это обращать внимания. Но главное... Оооо. А в оружие это смоталось. Отдохни. Вот здесь. Вот здесь, друзья, прячется та невероятная броня, если мы используем камень ритуала. Да-да-да-да-да. Которая поднимает всех мертвых в большой области. И можно получить эту броню не входя в гильдию убийц. Темное братство. Но это очень удобно. Иногда просто-напросто некоторые ребята убивают Астрид с самого начала. И у них нет возможности пройти. А броню хотели бы получить. Пока. Главное огнем не баловаться там. Проходим эту локацию и берем крик. Крик, по-моему, здесь у нас что? Замедление времени. Неплохо. Очень круто. Говорят, если вы используете замедление времени, даже стрелу в полете можно поймать. Я ни разу это не делал, но представьте, если это так. Очень мощные существа. Очень. Да по идее все. И вот, ребят, вот. Такой вот неприметный. Такой вот кровавый шип. давайте его рассмотрим более подробнее. Это кинжал, ребят. Если противник умирает в течение трех секунд, заполняет камень душ. Вы представляете? Ну, я шучу, конечно. Конечно, я шучу. Таких артефактов можно найти. На самом деле, он тоже уникальный, но это не то, зачем я сюда пришел. Я его находил всегда. Когда проходил, да, в принципе, логично его найти очень просто. Зашли, нашли, окей. И, по-моему, он немножечко отличается от стандартного, да? По-моему, текстурка у него отличается, друзья. Если что, напишите. Ну, это не то, что нам нужно. Здесь, вот, видите, есть какая-то полянка. Казалось бы, ну, все, прошли, можно возвращаться. Но, вот, смотрите, какой-то проходик, и туда прохода дальше нет. Интересно, что там? Что там? Сейчас мы это проверим. Я никогда туда не заходил. Никогда, ребят. Так, теперь еще туда нужно добраться. Бери-ка лог. И вот так вот. Поскалолазим немножечко. Вот, 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 вот так. И вот такая вот полянка. Ничего, в принципе, неприметного, но есть сундук. Да, и я еще хочу посмотреть, что там в водопадике. Хотя, честно говоря, я просто хотел помыться. Вот, вот, ребят, смотрите, сундучок, огромный сундучок. Какие-то сапоги, давайте его откроем. Так, вот, и здесь железная броня иллюзий. Это не то, что нам нужно было. Не то. Две мирские сапоги. Конечно, нет. Серомятные наручи. Нет, нет, нет. О, черт, это, по-моему, обыкновенный, обыкновенный, уровневый. Да? И я еще перегружен. Как всегда. О, что-то за молот такой. Ну да, все знают, что это за молот. Я его получил в недавнем стриме. Совсем, совсем недавнем. И, ребят, да, вы издеваетесь. Это, наверное, из-за, да, 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 это вот это вот тяжеленное. И вот, вот, вы только посмотрите. Казалось бы, обыкновенные, легкие ботинки. Самые, что не есть, обыкновенные. По текстурам они ничем не отличаются. Но вы знаете, что это один из уникальнейщих вещей в игре Skyrim. Я когда узнал, просто обалдел. Это сапоги хищника. Да, да, вы их могли легко сюда пройти и, ну, сапоги, сапоги, что я буду брать? Пускай валяются. Просто не забрать. Просто не обратить внимания. Стоимость, стоят они всего лишь 117, класс брони 14. Ничего. Ну, подумаешь, сапоги хищника. Давайте посмотрим их более подробнее. Одежда. ищем сапоги. Те самые сапоги хищника. Носитель движется бесшумно. Запас сил восстанавливается на 1% быстрее. Вы понимаете, что это? Вы понимаете, что вы эти сапоги можете так же легко взять на самом первом уровне. Это будет невероятно круто как для воина, так и для вора. Плюс использовать какие-то бафы, ну, если вы их оденете, у вас и сила будет восстанавливаться быстрее. Да, кажется, 1%, ну, поверьте, 1% тоже, тоже дает неплохой такой вот буст. И эти сапоги просто в единственном экземпляре. Вы их больше нигде не найдете. Если вы коллекционируете какие-то уникальные вещи, то это именно для вас. Я когда узнал такой... Кстати, Стас, огромное тебе спасибо, что за счет этого мне написал. Ребята, у меня есть такая вот почта моя в описании. Вы можете присылать ваши секретики и я буду их озвучивать. Ну, блин, я сколько играл и ты ни разу не видел. И хочу с вами поделиться. Я думаю, многие, многие тоже не замечали эти сапоги. Можно использовать разные молоты, которые добавляют еще силу. И плюс с этими сапогами, то есть, вы бесшумны, полностью, носитель полностью бесшумен. Вау! Ребят, это просто вау. Есть много сапог, которые носитель движется бесшумно, ну, просто, просто только носитель движется бесшумно. Но это еще. Запас сил останавливается на 1% быстрее. Я не пробовал, можно ли снять это зачарование. Если можно, то вы представляете, что с увеличением зачарования, наверное, запас сил можно будет увеличить. И это будет нифига себе. Я не успел проверить, так что, друзья, проверьте и напишите мне, пожалуйста. Все, дорогие мои, это был канал Мистер Кэт. Если вам понравилось видео и вы ни разу не находили эти сапоги... Не, по-моему, они текстуркой отличаются, да? Да, по-моему, у них ребята еще текстуркой отличаются. Если вы ни разу не находили, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Всем счастья, всем огромное спасибо, что посмотрели и пока. Да! Да ты черт! Сколько играю, постоянно нахожу что-то новое! Кребаная игра Skyrim. Она лучшая, она лучшая! Серьезно!